друзья всем привет меня зовут юля вы на моем канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить спаржу посмотрите какая она красивая вообще-то эта спаржа очень полезная она очень вкусная правда я ее сама никогда не пробовала готовить и сегодня попробую впервые вместе с вами нам понадобится сама зеленая спаржа сыр пармезан у меня уже тертый здесь у меня базилик можно обойтись и без него оливковое масло и соль вообще-то эту спаржу можно и просто отварить но мы сделаем намного вкуснее мы будем запекать ее в духовке поэтому смотрите вообще спаржа продается вот такой вот белой частью у меня здесь она уже отрезана если вы купили с ней ее нужно обязательно срезать потому что она жесткая и не очень вкусная мы с вами берем противень или можно форму для запекания но мне просто спаржа достаточно длинная и не в одну форму для запекания но мне не лезет поэтому я буду использовать большой противень противень застилаем фольгой и будем мариновать спаржу точнее мариновать а солить высыпать специями прямо здесь ну зачем нам пачкать лишнюю посуду так кладем сюда спаржу поливаем оливковым маслом оливковое масло можем брать вкусу у меня примерно 1 столовая ложка и в принципе можно использовать любое растительное масло такое у вас есть теперь берем какие-нибудь специи у меня здесь базилик мне кажется что базилик со спаржей будет сочетаться просто прекрасно можно ничего не использовать можно использовать свежий черный молотый перец посыпаем спаржу теперь солим соли много я обычно не использую мне не нравится когда соль перебивает натуральный вкус продуктов и теперь прям здесь же мы все перемешиваем делаем так чтобы у нас вся спаржа была покрыта солью специями и выкладываем вот так вот в один слой спаржу убираем в духовку духовка у нас разогрета до 240 градусов практически максимальная температура ставим ее либо вниз либо в середину и готовим 5 минут но это еще не все через пять минут достаем нашу спаржу она уже очень пахнет и красиво выглядит уже стала мягкой и теперь мы посыпаем ее пармезаном вот кстати почему еще не нужно использовать лишнего соли потому что мы посыпаем ее пармезаном потом спаржу пармезан у нас тоже соленый поэтому солью конечно главное не перестараться теперь снова ставим противень в духовку ждем буквально 3-5 минут нужно чтобы сыр зарумянился но не пригорел достаем и сразу же кушаем это удивительно но у нее какой-то такой слегка ореховый ореховый привкус это прям очень вкусно мне кажется со стейком с рыбой или даже с курицей это будет просто прекрасно обязательно приготовьте такую спаржу напишите в комментариях как вам потому что мы очень стараемся будем ждать ваших отзывов а еще обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал и смотрите наши сладкие новости которые выходят каждое воскресенье всем пока и